Он мечтал о спорте и прыжках в высоту, но его настоящий взлёт начался, когда студентам он написал первую песню. Помните, «Малиновый звон», «Фантазёр»? Песня Александра Морозова пела сама Примадонна, и тогда стало ясно, он прыгнул выше головы. Его песни сегодня поёт вся страна. Ни один концерт без хитов композитора Александра Морозова не обходится. Он стал настоящим крёстным отцом советской, а потом и российской эстрады. Его хиты поют Пугачёва и Кобзон. Мой голубь сизокрылый, он гнёзда разоряет. О таком белокурый воспитанник интерната не мог и мечтать. Практически нет ни одного эстрадного исполнителя, такого более-менее значимого, который не имел бы в репертуаре песни Александра Морозова. Его мобильный телефон сегодня есть у всех звёзд шоу-бизнеса. Талант не пропьём. Не пропьём. В 90-х, в одном из первых клипов на песню Морозова, тогда никто не обратил внимания на этого парня. Подумали просто, статист. На этом видео он даже ещё не поёт. И вспоминаем. Он меня когда-то услышал в военном госпитале, где я выступал с военным ансамблем. Он уже уходил, как мне потом рассказывал, и вдруг услышал мой голос. Потом сам меня нашёл, позвонил, пригласил к себе домой. В 98-м с лёгкой руки композитора Морозова Басков смело шагнул с оперных подмостков Большого театра в эстраду. И не ошибся. Морозов дал ему путёвку в жизнь. Александр Сергеевич – это, можно сказать, отец-прародитель артиста Николая Баскова. Он приехал в Ленинград с одним маленьким чемоданом в руках и большой мечтой. Но будущий создатель сотен хитов тогда думал о совсем другой высоте. Когда-то студент физкультурного училища Морозов мечтал прыгнуть так высоко, чтобы о нём все сразу заговорили. Когда я приехал в Ленинград в техникум физкультуры, я приехал с результатом метр восемьдесят сантиметров. Вот это практически мой рост был. Я чуть-чуть повыше. Ну а потом уже сантиметров двадцать пять я прибавил. В 20 лет он действительно стал звездой. Но ему покорилась уже совсем другая вершина. Музыку Саша любил с детства. Мать рано умерла из-за болезни, и семилетнего малыша отец отдаст в приют. Воспитывать ребёнка в одиночку стало сложно. Там, естественно, я тосковал и по маме. Мне как-то там не хватало очень вот её песен. Там единственным развлечением для мальчика стал им же и собранный радиоприёмник. Ведь без музыки он уже тогда не мог. Так мне хотелось этот приёмник, что я не удержался и выкрутил из какого-то телефона вот эту вот, этот динамик. И сделал этот приёмник. Неподалёку от того интерната, где жил Саша, проходила железная дорога. Каждый день буднично проносились поезда. Но малыш с такой завистью смотрел на тех, кто очень скоро увидит большой город. И тогда он решит. Однажды он и сам отправится в путь. Саша Морозов ещё совсем недавно и сам был школьником. А вскоре напишет песню, которая станет настоящим гимном всех советских выпускных балов. Нас приглашали встретиться с юности. Вечер школьных друзей для певицы Валентины Толкуновой. И сегодня любимая. Её пели на всех школьных вечерах, на всех балах. И до сих пор поют, и до сих пор танцуют по неё. После этой задушевной мелодии молодого композитора Морозова полюбили мэтра советской эстрады. А с Валентиной Толкуновой он дружит до сих пор. Нас приглашает встретиться с юности. Вечер школьных друзей. Нас приглашает встретиться с юности. Вечер школьных друзей. На студента Ленинградского техникума физкультуры свалилось всесоюзное признание. Спорт стал уходить из его жизни. Он начал писать песни. Когда я слышал, откуда-то звучит эта песня, то меня как магнитом тянуло к этому месту. Я подходил, становился и слушал. Малиновый звон на заре. Один из первых своих шлягеров «Малиновый звон» Морозов написал всего за пару часов на кухне у друга. Песня настолько стремительно ушла в народ, что осталась там навсегда. Мало кто знает, некоторые ее даже путают с народной песней, но тем не менее у нее есть автор музыки Александр Морозов. А для исполнителя «Малинового звона» Николая Гнатюка эта песня навсегда хит номер один. Малиновый звон на заре. Мы пили чай, вдруг появляется такая крупная женщина. Вдруг она говорит, вы знаете, вот вы не поверите, что врач, лечащий врач, я очень серьезно болела, помимо всех лекарств, мне буквально, ну не то чтобы написал, наверное, он сказал ей, что каждый день слушать «Малиновый звон». Я в нее с детства влюблен, как в этот «Малиновый звон». Но главный успех Морозова, в том числе и коммерческий, был еще впереди, когда в 84-м он создаст первый в Советском Союзе коллектив, использующий электронную музыку. Группа «Форум». Три года бешеной популярности, аншлаги на лучших площадках страны, все закончилось в один день. Я вот даже не заметил того момента, когда так тихонько-тихонечко вот солист группы Виктор Салтыков решили покинуть форум и переехать в Москву в электроклуб, мотивируя тем, что у них там больше возможностей и все. Началась перестройка, и музыка стала другой. Он перестает писать, а позже и вовсе уезжает из России за границу. Апельсины, мандарины круглый год, но все равно без Родины невозможно. Он вернулся в Россию после десятилетнего перерыва, и в программе «Песня года» песен Морозова уже не было. О том, что в этом доме живет музыка, говорит буквально все. Ведь даже фарфоровая кукла и та поет песни. Песни Александра Морозова. В начале 90-х он окончательно вернулся на сцену. Причем как? «Мой голубь сизакрылый» для Пугачевой. Мой голубь сизакрылый, забыл про день вчерашний. «Пташечка» для Киркорова. Хиты посыпались один за другим. «Прилетай скорее, пташечка моя». Из тысячи написанных Морозовым песен певице Лолите досталась лишь одна. Но она до сих пор помнит – это был королевский подарок, от которого даже женщины без комплексов рабеют. Я помню, что я стояла как тупица перед микрофоном вот с такими глазами и не могла повторить простейшие ноты. «Улетели листья стополей, повторилась в мире неизбежность». По иронии судьбы, незадолго до их встречи Морозов напишет свой хит «Мариночка-марина». С журналисткой Мариной Парусниковой он был знаком 20 лет. Но каждый раз, когда судьба сводила их, отношения были невозможны. «Я, будучи, в общем-то, школьницей, естественно, тоже на дикотеках танцевала под ее песни, но мне в голову не приходило, что я познакомлюсь, да еще при таких, в общем-то, обстоятельствах с автором этих песен, и нас свяжет судьба». Но они все-таки поженились. Теперь вместе воспитывают пятерых детей и принимают звездных гостей. «Ну-ка, давай». «О-о-о! Кто к нам приехал?» Друг семьи, актер Алексей Булдаков, в этом доме частый и желанный гость. Особенности булдаковского знаменитого тембра Морозов изучил уже давно. «Девочки, помогайте!» «Душа болит, а сердце плачет, а путь земной еще пыли». Они еще долго будут травить анекдоты и перебирать аккорды. А потом у генерала Булдакова родится лирический тост. Ну, за Морозова. «Талант не пропьет». «Не пропьет». «Лесная горе, 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 В краю магнолий лещит море». Один из самых ярких своих хитов «В краю магнолий». Он напишет в гостиничном номере и тут же отдаст будущий хит начинающей группе «Ариэль». Это незамысловатая песенка и сегодня их основной кормилиц. А ведь тогда, в начале 80-х, музыканты и не догадывались о щедрости подарка. Даже отказывались включать магнолий в свой репертуар. Она, в общем, такая незатейливая, нам казалась очень простенькая и даже, если не сказать, одноклеточная. Но, несмотря на десятки собственных музыкальных альбомов, ни один концерт без тех самых магнолий уже не обходится. Специально просят. Мы еще не вышли на сцену, а уже из зала кричат «В краю магнолий давай!» «В краю магнолий лещит море». Редактор субтитров А.Семкин